Ирина Кленская Александр Васькин, историк Москвы и автор книг, посвященных повседневной жизни человечеству. Одна из последних, новая книга, Саша, которая называется «Повседневная жизнь советских писателей. Отто тепли до перестройки». Вот мы её листаем, уточняем, оказывается, Саша, как много не вошло в книгу. Как много не вошло в книгу, и мы понимаем, какая удивительная обстановка царила Переделкина. Понимаете, за одним забором течёт Волга, Зыкина поёт. С другой стороны, снег идёт, снег идёт. Снег идёт. А вот у Бориса Леонидовича другое совсем. Здесь отмечают присуждение Нобелевской премии, здесь есть фотографии. В Переделкина Корней Иванович Чуковский поздравляет Бориса Леонидовича. Только-только узнали о присуждении Нобелевской премии. И ещё не знают они, чем это всё закончится. Вот эта фотография, подпись такую я дал. «Обмыть Нобелевскую премию – святое дело». Корней Иванович Чуковский поздравляет Бориса Пастернака, не предполагая, чем всё это закончится для новоиспечённого лауреата. Ну, все, кто был в Переделкина музее, узнают эту комнату. Борис Леонидович стоит, видите, у него не пиджак, а курточка такая. И здесь Корней Иванович, он тянется с бокалом, потому что это праздник был действительно, но праздник скоро закончился. Кто-то сначала сказал, что, дескать, всё согласовано. Ну, и стали поздравлять. А потом сказали «нет». Не согласовывался. И Корней Иванович не знал, я думаю. Нет, он просто пошёл. Он от чистого сердца, понимаете. А некоторые не пошли. Надо подождать. Потому что, когда Шолохову, мы об этом ещё поговорим, когда ему, Нобелевку, должны были вручить, он написал письмо сначала в Центральный комитет Леониду Ильичу Брежневу, разрешает ли ему Центральный комитет взять эту премию. Это очень было сложно. Потом ему сказали «разрешаем». Потом из комитета приехали самого на переговоры к Шолохову. И Шолохов знал, что приезжает ответственный секретарь этого комитета. Потому что 30 лет ему премию не вручали. Впервые 30-е годы. Потом Сартер же отказался. Сказал, что Шолохов у нас. Ну, это всё нормально, естественно. И вот тогда Михаил Александрович удостоился. Но мы сейчас в заключении нашей прогулки заглянем к Леониду Леонову. Ещё один интересный человек. Это классик советской литературы. Очень рано он стал таковым и получил участок, что говорит о многом переделки. Всем подряд не давали. Вы помните эта история по Мрец Шагинян. Она жаловалась. Там невозможно было жить. Саша, но всё-таки он достойный очень человек. Достойный роман его толстенный. Очень больший. Скажу честно, я не читал ничего. Поэтому я даже не стал писать, какой он хороший или плохой. Я считаю, надо прочитать. Но если вы читали, Елена Семеновна, я вам верю. Нет, мы читали, поскольку мы учились в университете. И нам велели читать. Но я скажу честно, что до конца я не могла прочитать «Русский лес». Это очень толстая книга. А может, и не надо до конца. Открыл, как сейчас. Знаете, как в интернете. Краткое содержание. Как удобно. Но я помню эти тома огромные. Очень толстые. Потом, по-моему, был «Вор». Это его, по-моему, толстяная книга. Это Грида Катаев. У меня уже иногда настолько одинаково всё, понимаете. Потом у него была ещё «Пирамида». Пирамида, да. Он писал её всю жизнь. А, полторы тысячи там листов. Большая. Да. Так вот. Крупная книга. Крупная, да. Кирпичи такие. Кирпичи. Леонов человек интересный. Интересный, яркий, необычный. Он дружил с садоводом Леонидом Колесниковым. Вот тот самый, что высадил в Москве, в Измайлове сад. Человек уникальный. И сорт он придумал сирене. Леонид Леонов. Представляете? Сирен, да. Леонов был самым лучшим садоводом среди всех советских писателей. Это поразительно. Конечно, он своими руками этот гиблый участок осваивал. Дочь вспоминала и подробно всё это описала. Потому что там трясина просто была. И цветы не принимались. И она пишет, что так же они приносили, как ошанины, и берёзки, и рябинки. И пустырь был. Тут болото, тут пустырь. И постепенно возник оазис. И там были такие поразительные цветы. Да, экземпляры. Со всего Советского Союза, со всей страны привозили Леонову. И он сам привозил из поездок. Знали о таком увлечении советского писателя. Вот я процитирую его дочь. «Зелёная компания с каждым годом множилась. Из Сибири приехали кедры, прихватив с собой кандык и лилию кудреватую. С горных ручьёв Канады экзотический вельтефилум. С Камчатки лизихитон и симплокарпус вонючий». Ну, он, кстати, красивый цветок. Хотя и называется так не хорошо. У некоторых на даче он растёт. «С годами мы стали квалифицированными специалистами. Прекрасная память помогала отцу сохранять огромный объём знаний, их происхождения, подробности о необходимом для нормального развития климате». Ну, это поразительно. Рододендроны росли у него. «Джефферсония». Ну, папоротник, понятно. «Осок». «Орхидеи кактусы в теплице». Был у него дикий пион из Крыма. И дочь обратилась с просьбой к папе, чтобы он откопал кусочек корневища. А он отказался. Материнский куст можно повредить. И вдруг у крыльца дома, недалеко домик стоял, участок большой, там можно всю семью поселить в отдельном особняке, в отдельных домиках. И вдруг, представляете, у её крыльца вылез новый молодой пиончик. Как это произошло? Леонид Максимович не мог ответить на вопрос. Если они размножаются клубнями, да? Клубнями, да. То как же туда этот попал пион? Как это вообще удалось, если он так и не дал ей ничего? Ну вот чудеса в Переделкино. Чудеса в Переделкино. Саша, ну хорошо сегодня мы закончили нашу прогулку, вспоминая о цветах, о пионах, о роскошной зелени, о том, что скоро вообще будет лето и весна. И воспоминания об этом радуют. Спасибо, что слушали нас. У микрофона была Ирина Кленская, наш гость и большой друг редакции Александр Васькин, известный писатель, историк Москвы и новая книга Александра Васькина «Повседневная жизнь советских писателей» от оттепили до перестройки, помогала нам уточнять некоторые детали жизни знаменитых людей. И я поздравляю Сашу с этой книгой. Спасибо. Она продается очень успешно. Презентация же будет в Доме книги на Арбате 18 ноября. Приходите. 18 числа в 7 часов. Это будет пятница. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас остались еще вопросы, то, пожалуйста, приходите. 18 ноября в Дом книги на Арбате в 7 часов. Поговорим о книге «Повседневная жизнь советских писателей» от оттепили до перестройки. Да и просто обняться есть смысл. Повидаться. Счастливо всем. Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства, торопя, душу наполняю легкой силой. Хочешь, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство, может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Волшебником.